Ходят девушки, дети, люди хотят жить, они красиво идут, кто-то старается как-то одеться, они спешат на работу, работают коммунальные службы. Разница в том, что периодически люди смотрят в небо. Мы смотрим на облака посмотреть, а они смотрят, что прокета не прилетела. И вот там осознаешь то, о чем говорили 8 лет, что Донецк 8 лет бомбили, там я не видел армии, я не видел военных, я видел мирных людей, армия на фронте, там где специальная операция проходит военная, а в Донецке дети, женщины. И вот мы ездили по тем местам, где убивают людей. 8 лет это продолжается. И потом в Мариуполе мы посмотрели, какие разрушения в городе. Конечно, это ужасно. Люди повылазили с подвалов, они просидели по несколько месяцев там и ценят уже все совсем по-другому. Мы посмотрели, что действительно специальная военная операция, это специальная военная операция, потому что Россия старалась действовать точечно, точечно. Мы видим, что удары наносились там, где прятались в СССР за мирными жителями. Вы представляете, мы это все увидели, собственно, люди подходили и говорили, подъезжает танк к дому. Мы говорим, убери танк, здесь дети. Он разворачивает башню и стреляет по своему же дому. То есть это ужасно, это страшно и вообще ничего страшнее нету смертей и войны. Ну и еще, что меня впечатлило, это дети. Вот расскажу, просто таких эмоций очень много после этой поездки. И надолго они останутся. Начинается обстрел, дети настолько привыкли, они забегают в подъезд, никуда не бегают, дальше не бегут, не прячутся. В подъезде сидят, смотрят 2-3 минуты, они уже научились считать, сколько идет обстрел. И потом мальчик с 4 лет выходит и говорит, все, ракеты закончились, пошли в песочницу. Вы представляете, как это страшно? Редактор субтитров А.Семкин.